О менее заметных, но значимых новостях региона сейчас коротко расскажет моя коллега. Более 300 семей отметят новоселье в Ахинском районе. В настоящий момент в северной столице активно возводят 6 домов в райцентре и еще 2 в селе Тунгор. Их сдадут в течение двух лет. В первую очередь ключи от новых квартир получат переселенцы из аварийного фонда уже в конце этого года. Село Горное Макаровского района обеспечили беспроводным широкополосным доступом в интернет. Это стало возможным благодаря реализации проекта по монтажу и запуску оборудования мобильной связи одного из крупных операторов. До этого многие сельчане выражали недовольство из-за отсутствия качественного соединения. Поэтому на встрече с губернатором просили оказать содействие в организации услуги. Сахалиночка выиграла 4 матча в турнире UFL девочке, пропустив всего один гол. Такой блестящий результат островитянки показали во втором туре всероссийских соревнований в Новосибирске. Спортсменки значительно улучшили турнирные перспективы. Теперь они занимают 5 место с минимальным отставанием от лидеров. Тем самым сохраняют неплохие шансы, чтобы представить Восток в финале. Сахалинским болельщикам представили календарь матчей Футбольной национальной лиги. В новом сезоне благодаря реформе Сахалин сыграет 17 матчей на материке и 6 на домашнем поле. Первая игра в областной столице пройдет 29 июля. Островные спортсмены встретятся с командой Строгино из Москвы. Субтитры создавал DimaTorzok